Приветствую вас, Ольга. Давайте разберем ваш вопрос. С мужем жили 7 лет, у детей взаимная любовь очень сильная. Смотрите, не то чтобы я вам не верил насчет взаимной сильной любви, но взаимная сильная любовь это достаточно глубокое чувство, которое, на мой взгляд, пониматься может только одним человеком, на мой взгляд. То есть не может человек, да, говорить о том, что, ну вот, что время любовь. Человек может с определенной уверенностью сказать, что любовь, он чувствует любовь, он ощущает любовь. Вот. Но не, как бы, но не взаимно. Взаимно любому человеку прочувствовать, я бы сказал, не может. Вот. Ну, не может это слишком категорично, но человек отвечает за свои суфры. Вот. Поэтому взаимная любовь здесь, ну, называет вопрос. Нек-нек-нек-нек-нек-нек-нек-то. Дальше. Очень сильно. Опять-то. Что вы вкладываете в понятие очень сильной любви? Так. Он уехал в другой город по работе, не было полгода, звонил, пиздал по несколько раз за дню. Последний месяц быстро подменили. Ни слов о любви ни о чем. Ну, полгода, срок большой, конечно, очень. И, ну, некоторые мужчины не могут полгода без женщины. И, соответственно, тут, конечно, есть различные неприятные моменты. Вот. Ну, важно в другую. Важно то, как вы сами. Ага. Ну, вот. Вот. Пришли к тому, что ваш муж, собственно, вот так надолго уходит от вас. Ну, уезжает от вас. Так. Вот. Это вас. Это вас. Как вы к этому вообще отнеслись? И как восприняли это? Да. Ух ты. Это очень... Очень важно. Большое. Значит так. Вы-то подменили. Ни слов о любви ни о чем. Потом обменили. Пропал. Я звонил, писал. Не отвечал. Потом ответил. Ну, во-первых, вы звонили, писали, чтобы что. Какой здесь у вас был посыл. Да, мужчина пропал и объявился. Начал просить, просить прощения у вас. Ну, вот. Он говорит, что больше не будет. Больше не будет. Ну, так. Если так поступает, да, скажу. И вроде бы все хорошо. Вроде бы. Вроде бы хорошо, что он так больше не будет. Но он же почему-то ушел, да. Он же почему-то начал. Так. Ну, делать. Вот. И... Причины... Ну, причины этого... Ну, нужно узнать. Нужно узнать. Для чего человек... И для чего это снес. Так. Так вот. И снес. Пропал. Чтоб влиял. Ну... А не... Просто... Просить прощения, да. И... Ну, обещать... Что... Больше так делать не будет. Будет. К сожалению, будет. Потому что, ну... Если случилось один раз, то это да. И при этом не подкорректировать ничего. То... Случится и... Снова... Случится. Такая же сторона. То это нормально. Дальше. Значит. Эм... Так. Потом оба так же. Всказал. Я полюбил. Я больше не буду с тобой. И т.д. Я приехал домой несколько дней. В сервере раньше сказалось. Любить меня не может. Видит меня. Сюда мне женщина. Эм... Которая для работы ему нужна. Эта скорость вы наладится. И он берет нас. Эм... Ну вот здесь у меня есть ощущение, что вы... Как-то вот... Может быть... Может быть... Может быть... Может быть... Может быть... Чересчур... Эм... Мужчину... Слишком... Эм... Сильно... Сильно... Полагает. Возможно. Вот... Возможно... Вы... Эм... Возможно... Как раз таки... Эм... Чересчур... Эм... Сильно... Себе не доверяете. Вот. Вот. То есть... Это... Такой... Ну... Такой момент. А... Может быть... Тут... То... То... Что... Ну... То... То... То что... Эм... Для вас... Может быть... актуально, которые как раз такие. Потому что, если вы там, условно говоря, на себя не полагаете, что вам, соответственно, нужен муж, как раз, для того, чтобы через него скомпенсировать какой-то недостаток, можно сказать, собственной уверенности в себе, скажем так. Понимаете, да, о чём я предыдущий, я надеюсь? Вот, то есть это вот в таком ключе я хотел бы вам ответить. То есть здесь очень важно понимать именно ваши, что называются, мотивы, да, и ваш конфликт, который вы, к примеру, чувствуете, который вы, к примеру, испытываете. Вот. В этой ситуации. Здесь очень важно понимать, например, то, что вы теряете, ну, вот, при отсутствии занимаетесь своим супругом. То есть это тоже такой достаточно важный момент. Вот. На мой взгляд. На мой взгляд. Важный момент. Дальше. Так. Значит. Я узнала, что он живёт в сне и против подождать, и всё наладит. Я не знаю, что делать. Ну, смотрите, есть некая, некая такая вот, ну, можно сказать, проблема с самооценкой. Вот. Вот. Потому что фактически, фактически, именно фактически, а вы своему мужу позволили жить, как бы, ну, вот, на, грубо говоря, две страны. Да, на две семьи. Вот. И, конечно, ну, вызывает вопрос. Вызывает вопрос. Ну, почему так? Вот. Почему так? Почему вот вы, ну, позволяете своему мужу вот так, собственно, делать? Вот. И, кроме как, ну, вот, в какой-то степени, да, заниженная самооценка, это и страхами вашими. Это, наверное, никак больше не объясняется. Вот здесь. Вот. Ну, другой вопрос, что может быть и это объяснять не надо. Ну, объяснять не надо. Да? То есть, как бы, другой вопрос, что тут дело не в объяснениях, а в том, что делать дальше вам, как себя вести вам дальше. Вот. И это, вот, действительно, очень важный момент. Значит, я не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Все съедает меня изнутри. Я понимаю, что у них малоценные отношения. Не пригребенны с которым, кто просто любит и живет. Мне никогда не заберет, я хочу забыть его, но не знаю как. Ну, во-первых, это ваш муж. И так просто забыть его, наверное, не получится, потому что это ваш муж. И... И... Коли это... Ваш... Муж... Вот. Ну... Эм... Аэм... Вам нужно не забыть, стремиться... Стремиться его не забывать, да? А именно, вот, что называется, менять потихонечку к человеку отношения. Но для этого вам нужно, наверное, менять отношения и к самой себе. Наверное, потому что все, что происходит сейчас между вами, ну, грубо говоря, и вашим мужем. Возможно, оно именно в вашем же отношении к самой себе. То есть, вот, так вы к себе относитесь. Так вы себя воспринимаете. И очень важно разобраться с этим моментом. Чтобы вы относились к себе все-таки немножко. А лучше, чтобы немножко по-другому. Вот. Более корректно. Дальше. Значит. Чтобы. 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 Нынче. Настаться. У. Человек. Да. Вот. В том ключе. О каком. О котором вы говорите. Я думаю. Можно раскрыть. Вашу. Вашу. Потребность. В нем. Вот. Нужно раскрыть именно. Ох. Стоп. А. Как мы нуждали. Вам. Все, все. Ну. Конкред. Все. Получается. в чем вы нуждаетесь, и тогда, если вы разберетесь со своей потребностью, со своими потребностями, вот. А, ну, контакт там, потому что вам хотите от своего мысли, в чем вы нуждаетесь, вам будет легче изменить свое отношение. Хотя, легче это, ну, не знать, что это пройдет вот для вас безболезненно. Совершенно я бы хотел, чтобы так было честно, но это невозможно, к сожалению, к сожалению. Вот, поэтому, как-то, значит, поработать вам с тобой придется. Ну, фактически. Понятно, что фактически то, что вы описываете, да, это измена, ну, такая только измена, знаете, продолжительная по времени, и как ни парадократно это звучит, наверное, даже полу, полу-легально, именно. Полу-легально именно. Полу-легально именно. Потому что, человек вам по-как-то откровенно говорит о том, что, ну, что вам от меня, что живет другая жизнь, что у него другая жизнь. Вот. Хотя, понятное дело, что вам это и не нравится, вам это, вам это и неприятно, и что это, в общем и целом, ну, понятно. Вот. Так что, здесь у вас безусловно есть и будет некоторая драма, некоторая травматичность, вот. Но оно корректируется, это все корректируется, вот. И, ну, разбирается, если у вас безусловно. Вот, ну, вот, бросается в голову, то, что, эм, вот, вроде бы, наш муж, да, то, что он, ну, наш муж, вот, как-то не чувствует. Больше похоже, что в том числе и по вашим, эм, ну, по вашим, эм, действиям, да, по вашим отношениям, по поведению, вы больше похожи, что это парень. Ваш. Вот. Не муж, а парень. А вот. Такой вот ответ, ответ. Получилось. Скорее всего этого будет мало, мало вам, ну, то по делу. Пусть это останется первым шагом на пути к терапии. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Звучит. Звучит. Звучит.